Дистиллят Изначально с разбивкой по градусам были получены фракции при повторной дистилляции Во время второй дробной дистилляции я использовал вот такую сборку аппарата То есть бак, понятно Здесь царга короткая у меня 30 сантиметров и тут было три ПЖА РПН медных Дальше соответственно два поворотника, холодильник И здесь вот у меня установлен щуп термометра, по которому я производил смену фракций 90-91, 91-92, 92-93 отбирал все как бы в разные емкости В результате у меня получилось определенное количество фракций разбитых по температуре Всего у меня получилось 10 фракций до того, как пошли такие голимые хвосты Дальше я дал постоять 7-10 дней, ну где-то 7 дней отдохнуть им каждой фракции И после этого провел маленькую дегустацию по каждой То есть, например, разберем одну, ну на примере одной фракции Фракция вот, которая шла от 88 до 89 градусов в поворотнике У нее крепость 71%, аромат Оценивал по трем показателям Аромат, то есть, сильный, слабый или вообще нет Вкус прописывал своими словами Послевкусие Ну, в данном случае, видите, пишу хрень какая-то Вот, и последний был То есть, хрень какая-то, насколько я помню, ты ждешь от яблочного дистиллята Что-то, такой какой-то вкус Яблоко в дистилляте, но его не было И общие впечатления там Много этого нельзя в купаж Эта фракция скорее для придания второй волны ароматики Ну, вот такие выводы сделал И здесь вот, опять же, это мое личное мнение Что вот этой фракции При приготовке белого дистиллята Будет значение 0 То есть, я вообще не буду эту фракцию использовать для белого питья А то, что готовится для бочки Или там для настаивания на щипы То примерно 10-15% Ну, что имеется в виду Что если это, например, литр дистиллята купажированного То 100-150 мл Пойдет этой фракции для купажирования Ну, и так у меня по каждой фракции расписано Вот так вот выглядит для меня таблица купажирования То есть, например, берем фракцию 86-87 Первая колоночка Это у нас для белого дистиллята Вторая колоночка Это у нас для В данном случае, в моем конкретном Выдерживание на щипе Что означает, да? Как по каждый процент Это, то есть, если взять В данном случае я делаю 1 литр дистиллята Ну, все-таки эксперимент еще пока Только развиваемся То есть, я для себя вижу Что мне вот этой фракции Которая имеет такой сильный аромат Но такой не очень Ну, не очень высокую питкость Для вот этой фракции Для белого Употребления Я его 1% То есть, на литр это 10 В данном случае Миллилитров 20 миллилитров И дальше там Вот этой фракции 92-93 Пойдет 20% Ну, 200 миллилитров на литр Вот можно даже посмотреть Мою там запись По 92-93 Аромат практически нет На вкус мягкий дистиллят После вкусе Мягко-сладкое Общее впечатление Очень хороший дистиллят Ну, и для купажа Я там Для себя отвел Что я вот такого Надо процентов 20 Там для бочки Там 10 Поменьше Ну, соответственно Например Если для белого Я сюда 1% То, например Для выдержки Долго Я планирую Хотя бы месяца 3-4 Чтобы повыдерживалось То для бочки Вот тут Для щепы В моем случае 10% Там 2-й фракции 15 23 Потом вот Передумал Попробовал 27 6 10 3 Половиной И тут чуть-чуть Больше До литра добил И вот смотрите Получилось После того Как литр Накупажировал Вот это Белого 60 градусный А этого 68 градусов Фракция для настаивания Итоговая После купажирования Получилось 68 градусов И я был этому Очень рад Потому что Когда вы Делаете заливку В бочку Или На хорошей щепе Выдерживаете Определенную роль Играет Крепость Дистиллята Которая Используется В этом случае Если у нас Ниже 65% Градусность То В спирту Не растворяется Один из ценнейших Компонентов Лингин Лигнин Лигнин Извиняюсь Что является Первым Источником Что это за книга Это производство Каньяка И Кальвадоса В Молдавии Автор Нягу Входный год То есть Это книга 78 года Была напечатана Такая классическая У многих Винокуров Для настаивания Я использую Брусочки Которые мне Сакайзи Передал Французский Винокур Витали Вот я использовал В данном случае На литр Вот две таких Плашечки Они От бочки В которой Очень долго Хранилось вино И вот Я надеюсь Видно Насколько Глубоко Пропиталась Вином Древесина Вот этот цвет Давайте попробуем На белом Показать Очень видно От свечи Это за два дня Вот такой цвет Приобрел Будущий Кальвадос Здесь у меня Как раз Побольше Всяческих Фракций Которые Как говорит Виталий Загрязняют Напиток Но В то же время Делают его Настоящим Более близким К французскому Кальвадосу Хотя я Не любитель Таких тяжелых Напитков У меня все-таки Побольше Частота Прельщает Для тех Кто Свои напитки Готовит на щепе Не в бочке Вот книжка Игорь Михайлович Скурихина Химия Коньяка И бренди Страница По-моему 154 Я Не буду Так наводить Просто вам Зачитаю Не подлежит Сомнению Что при созревании Коньячного Спирта Происходит Окисление Этилового Спирта И образуется Ацетальдегид Который В свою очередь Окисляется До общественной Кислоты Альдегиды И кислоты С этиловым Спиртом Образует Ацеталь Эфиры Однако Все эти Соединения Летучий И их Коэффициент Испарения Кроме уксусной Кислоты И выше Спиртов При крепости 60% Опять мы Возвращаемся При какой Крепости Стоит заливать Больше Единицы То есть Они будут Испаряться Быстрее Этилового Спирта Поэтому Несмотря на Непрерывное Образование Альдегидов Эфиров Ацеталии Кислот Происходит Столь же Непрерывное Их удаление За счет Испарения Или реакции С другими Летучими Соединениями Это я К чему Что если Вы готовите В бочке Ну Выдерживаете Свой напиток То Бочка делает Все Сама Грубо говоря Если вы Используете Настаивание На брусочках И у вас Закрыта Крышка Нету Дыхания Нече Доля Ангелов Никак не Образуется То периодически Необходимо Открывать И аэрировать Ну Как минимум Я планирую Хотя бы раз В недельку Это делать Ну На этом Друзья Коллеги По хобби Наверное Все На сегодня Всем добра Всем хороших Напитков И помнить Много Меру Прекрасно Много Опасно С вами был Азбук Алинакура И Небольшой По скрипту Вот эту Табличку С купажированием Для белой части Для Настаивания На щипы Я цифрую Положу На гугл диск И Под этим Видео Выложу Эту ссылку Но Наверное Не сразу В тот момент Когда выйдет Видео Попозже Обработать Надо Прорисовать Доступ И дать И Возможно Дам С доступом Для Оставления Комментарий Комментариев И сможете Там Посмотреть Свои Комментарии Оставить Вместе Поработаем Вместе Может Лучше Быстрее Поймем Как правильно Делать Что Скрывает От нас Великие Купажисты Купажисты Купажисты